всем привет сегодня у нас будет эфир про нет продукты привет тем кто присоединяется я подожду немножко всем привет собственно этот эфир идет в догонку к моему вчерашнему посту если вы его читали это хорошо добрый вечер как меня слышно все в порядке всем привет вижу конечно знакомых людей которые конечно же знакомы с тема нет продукты очень хорошо если вдруг здесь есть новенькие кому актуальна эта тема кого возможно напугала тема вчерашнего поста о продуктах которые создают проблемы обязательно напишите обязательно напишите собственно о чем был пост вчера у меня вышел пост который назывался продукты которые создают проблемы в этом посте есть список продуктов там собственно суммированы все продукты которые в той или иной степени создают проблемы со здоровьем нельзя сказать что все они абсолютно одинаково опасны вредны или еще что то там есть нет продукты а есть проблематичные продукты принципе смысл конечно похож да и понятное дело что те продукты которые там перечислены не относятся к полезным это понятно но тем не менее в medical medium есть небольшое разделение вот в этой большой сфере продукты которые создают проблемы и нет продукты это список продуктов которые подкармливают любых патогенов то есть вирусы и патогенные бактерии на всякий случай расскажу о том что medical medium изначально вся эта информация medical medium изначально для хронически больных людей для которых каждый нюанс имеет значение потому что хронически больные люди так или иначе столкнулись уже столкнулись с вирусными инфекциями с вирусными симптомами с тем когда печень перегружена да и организм не справляется со своими задачами то есть они уже ослаблены они уже их система уже потревожены до разрушены какой-то степени и для таких людей все эти нюансы очень важны потому что в смысл применение medical medium информации не в том чтобы делать все правильно а в том чтобы избегать ловушек и вот эти продукты проблематичные и нет продукты это и есть своего рода ловушки то есть это то что тянет наше здоровье вниз поэтому когда вы владеете этой информацией у вас появляется возможность избежать этих ловушек то есть дать дать по большому счету своему организму возможность быть крепче быть здоровее воспользоваться бонусами и преимуществами скажем здорового питания до силой фруктов и овощей других каких-то целебных инструментов которые вы можете использовать вот поэтому список продуктов которые создают проблемы он на самом деле вам в помощь для того чтобы вы понимали да как можно избежать вот тех факторов которые тянут ваше здоровье вниз так всем привет еще раз я смотрю да кто присоединяется всем привет так я не вижу если здесь новенькие для которых эта тема очень актуальна и у вас есть вопросы потому что если вдруг здесь все старенькие которые прекрасно знают всю эту тему с нет продуктами с продуктами которые создают проблемы то кому я собственно рассказываю поэтому напишите пожалуйста в комментариях если здесь люди для которых это очень важно да и нужно сейчас прояснить и понять почему вредны яйца что не так с зерновыми вот почему ферментированные продукты не рекомендуется есть и так далее так есть новенькая хорошо отлично напишите мне все равно напишите если у вас какие-то вопросы да по этому посту есть обязательно напишите я новенькая мне важно хорошо отлично уже хорошо потому что я вижу много стареньких лиц вот отлично есть новенькие хорошо хорошо так значит я сделала до небольшое вступление о том чтобы medical medium информация для хронически больных людей кто такой хронический больной человек то есть это человек у которого есть какие-либо симптомы которые его беспокоят и конечно же эти симптомы бывают разные они разные у разных людей то есть кого-то беспокоит какие-то высыпания на лице у кого-то периодически головная боль да а кто-то не может стать с кровати например сильная усталость просто недостаток энергии не хватает сил на какие-то обычные простые действия или какие-то неврологические симптомы когда постоянно гудит в голове в ушах то есть какие-то необъяснимые до симптомы которые выбивают из нормальной жизни то есть симптомы у разных людей разные и смысл в том что medical medium информация как раз для таких людей то есть medical medium информация изначально задумано и суть до ее и задачи помочь хронически больным людям предоставить им возможность во-первых понять почему они больны а во-вторых воспользоваться инструментами которые помогают восстановить здоровье и для этого нам нужно знать почему мы больны то есть нужна причина то есть нужно понимать да эту причину и понимать как собственно с этим работать что делать чтобы выздороветь поэтому тема проблематичных продуктов и нет продуктов это как раз важное звено вот в этом большом комплексе до действий вот и и и думаю думаю что дальше вам рассказать давайте так коротко обозначу почему мы больны собственно причины почему мы сталкиваемся с какими-то заболеваниями а заболеваний сейчас конечно же очень много и они растут очень быстро то есть большой скоростью увеличивается количество различных заболеваний часто необъяснимых врачи помочь не могут люди болеют основные причины по которым мы болеем это определенная вирусная нагрузка у разных людей разные и высокий уровень токсичности внутри организма то есть мы сталкиваемся с токсинами токсины в нашем организме накапливаются когда это происходит наши системы ослабевают то есть перегружается печень снижается иммунная система у вирусов появляется больше возможности быть активными и быть крепче когда вирус питается токсинами он становится еще активнее он выделяет токсичные еще более токсичные вещества из-за этого мы сталкиваемся с какими-то симптомами то есть это является причиной почему мы болеем это основные причины то есть всегда присутствует какой-то вирусный компонент всегда есть какие-то токсины это могут быть тяжелые металлы это могут быть какие-то химикаты то есть пестициды это может быть в том числе радиация токсичные гормоны и так далее то есть токсинов на самом деле очень много и так складывается что мы эти токсины постоянно накапливаем и вот питание да это такое так такое важное звено потому что питание влияет на то во первых как быстро ваш организм будет очищаться и будет ли вообще очищаться потому что некоторые продукты к сожалению тормозят процессы очищения и плюс опять-таки питание влияет на то насколько хорошо будут чувствовать внутри вашего организма те или иные вирусы я сейчас видела там какой-то вопрос про заболевания так 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 сейчас скажу какой гипотиреоз да вот меня беспокоит диагноз гипотиреоз то есть когда у вас есть заболевание с щитовидной железы это означает что в организме активен вирус ипштейна бар он находится в щитовидной железе и он там активен да и он как раз таки нарушает работу щитовидной железы и позволяет ему быть активным среда то есть токсины которые находятся внутри организма они способствуют тому чтобы вирус был более активным и некоторые продукты подкармливают этот вирус то есть то что мы едим может влиять на то будет ли этот вирус более активным или наоборот вы лишаете его пищи и определенного источника энергии соответственно он не будет таким активным у него уже меньше возможности до укрепиться вот поэтому некоторые продукты вот они называются нет продукты они так называются не потому что когда вы сидите вы умрете ли еще что то просто эта категория называется нет продукты потому что именно эти продукты подпитывают любые вирусы или бактерии которые есть в нашем организме а их у нас достаточно то есть это не только вирус ипштейна бар это разные вирусы это вирусы герпетического семейства да это вирус опоясывающего лишь я это вирусы герпеса человека их очень много герпес человека 6 типа 7 типа 8 типа 9 10 и так далее то есть примеру простой герпес то есть очень много разновидностей разных вирусов и они все у нас есть у кого-то больше у кого-то меньше у кого-то более сильные на вирусы более агрессивные у кого-то более такие до слабые так скажем вот и когда иммунитет снижается когда происходят какие-то триггеры или опять же больше токсина в какой-то момент накапливается в организме это все влияет на то будет ли вирус активным или не будет вот и значит нет продукты да они подкармливают вирусы и к самым самым опасным продуктам относятся в этом вопросе вот именно в том что они являются топливом для вируса относятся яйца то есть яйца молочная и глютен это такая тройка продуктов которые больше других подкармливают любую вирусную инфекцию в организме то есть если вы едите эти продукты вирусы внутри вашего организма крепнут это не значит что вы сразу же будете иметь какие-то симптомы это просто означает что когда вы едите эти продукты вирусы становятся сильнее а дальше конечно все зависит от того в каком вы состоянии на данный момент до находитесь насколько сильный у вас иммунитет насколько сильная печень какие именно вирусы присутствуют вашем организме то есть не все замечают это влияние но это происходит то есть когда вы едите нет продукты и ну на примере например да яйца молочный глютен вирусы становятся сильнее вот и все это происходит вне вашего как бы желания контроля и так далее это происходит но возможно кто-то при этом симптомы имеет а кто-то не имеет то есть вам естественно да нужно ориентироваться на то имеете симптомы или нет и если вы уже имеете симптомы если к примеру да у вас проблемы со щитовидной железой или какие-то кисты или какие-то проявления на коже да например дерматит экзема псориаз и так далее это означает что вы имеете симптомы это вирусные симптомы это значит что в вашем организме вирус активен и соответственно когда вы едите эти продукты вы только подкармливаете подпитываете этот вирус он становится сильнее то есть он не ослабевает естественно вашему организму сложнее с ним справляться и выздоровление будет идти медленнее или она вообще будет невозможным даты здесь уже тоже много нюансов вот поэтому в списке нет продуктов помимо яиц молочного и глютена сейчас я открою этот пост есть и другие продукты сейчас я вам их назову они меня как раз там верхушечки до стоят списка то есть это яйца все молочные продукты глютен соя соя тоже сюда относится она подкармливает любые вирусы кукуруза тоже сюда относится рапсовое масло фермерская рыба свинина л-карнитин добавки железа добавки рыбьего жира это про эти продукты являются пищей для вирусов то есть если вы это все едите вирусы становятся сильнее глутамат натрия до рафинированный свекольный сахар это все относится к нет продукта так это по нет продукта боли в суставах это тоже веб да это скорее именно в любом случае все боли это вирусный симптом боли в суставах это вирус обштейна бар так хорошо дальше есть продукты которые создают другие проблемы то есть вот этот весь большой список нам можно условно разделить на четыре категории одна из категорий это продукты которые являются пищей для вирусов то есть а когда вы их едите вирусы становятся сильнее это одна категория и если вы читаете medical medium книги статьи или какие-то другие материалы если кто-то использует термин нет продукты то предполагается именно этот список список продуктов которые подкармливают вирусы но конечно же у меня в посте до больше список более такой весомый и есть и другие там продукты не все из них подкармливают вирус но тем не менее они создают определенные проблемы есть продукты которые содержат очень много жиров очень много жиров то есть они какие-то продукты например масла в них очень много жиров например баранина там жирное мясо них много жиров они относятся к проблематичным почему потому что эти продукты сгущают кровь то есть когда мы едим много жиров кровь становится более густой и в такой крови во первых легче развиваются любые вирусные бактериальные инфекции потому что в такой крови меньше кислорода она более токсичная естественно это благоприятная среда в целом для жизни патогенных микроорганизмов во вторых когда кровь становится густой это оказывает большую нагрузку на печень и на сердце то есть на сердце потому что сердце вынуждено перекачивать эту густую кровь более усиленно до тратить больше сил на это это естественно ни к чему хорошему не не приводит это нагрузка то есть это то что ослабляет вашей системы и дальше вот это густостояние густой крови означает что токсины в организме накапливаются потому что токсины в принципе не могут выводиться если кровь очень густая поэтому некоторые продукты создают проблемы потому что в них очень много жиров например если вашем рационе много масел кто-то вообще планирует маслами выводить тяжелые металлы или да рассчитывает выводить тяжелые металлы естественно это не работает когда вы едите много масел кровь становится густой токсины из такой крови вообще не выводятся токсины вообще не организм их не отпускает когда много жиров рационе детокс нормальный полноценный невозможен поэтому это проблема есть продукты которые очень сильно обезвоживают например тот же кофеин да или когда вы едите много соли то есть продукты относятся к проблематичным потому что они очень сильно обезвоживают организм то есть к примеру кофеин напрямую вирусы не кормит да или соль в большом количестве она не кормит вирусы но тем не менее большое количество соли создает проблемы потому что организм обезвоживается и опять-таки страдают все органы когда организм обезвожен страдают все системы абсолютно все то есть каждая клетка в организме недополучает вот эту живительную влагу до жидкость в таком состоянии детокс опять же невозможен почему я постоянно возвращаюсь к детоксу потому что мы болеем из-за того что в нашем организме присутствуют вирусы и токсины поэтому наша задача снизить вирусную активность с одной стороны а с другой стороны помочь организму выводить токсины то есть очищаться от токсинов поэтому мы делаем все чтобы условия внутри организма способствовали этим процессом поэтому некоторые продукты создают проблемы то есть мы едим какие-то продукты которые мешают этому не позволяют нам снижать вирусную активность не позволяет нам очищать организм так вот продукты с высоким содержанием жиров относятся к этой категории и продукты которые обезвоживают организм тоже относится к тем которые создают проблемы вот дальше дальше есть продукты просто токсичные то есть еще одна категория продуктов которые тоже относятся к проблематичным это просто токсичные продукты то есть вы едите токсины по большому счету вы Вы пытаетесь очистить свой организм от токсинов, чтобы выздороветь, но при этом параллельно едите какие-то токсичные продукты, и это не будет продвигать вас вперед, это будет тормозить ваше исцеление. И вот эта информация как раз и является примером ловушек, в которые мы попадаемся, потому что возможность исцеления таким образом тормозится, это то, что не позволяет нам двигаться вперед, то есть пользоваться этими исцеляющими инструментами и получать результат. Какие-то продукты, например, токсичные, глутамат натрия, вот прям яркий пример, глутамат натрия, где он содержится? Например, пищевые дрожжи, любимая добавка многих веганов или людей, которые переходят на растительный рацион, потому что они верят, что в этой добавке содержится B12, а он нам очень нужен. Они также находят его, эту добавку вкусной и напоминающей вкус сыра, ведь люди на растительном рационе исключают сыр, возможно, скучают по этому продукту. Вот, поэтому часто едят, скажем, пищевые дрожжи, а это на самом деле токсичный продукт, там глутамат натрия, глутамат натрия разрушает мозг, и, естественно, это очень важно знать людям с хроническими заболеваниями. То есть, к примеру, если у вас уже есть неврологические симптомы, например, звон в ушах, да, или, например, какой-то туман в голове, то есть такое, да, мутное сознание, потеря памяти и так далее, или какие-то боли, это всё неврологические симптомы. То есть связаны, да, эти симптомы связаны с работой нервной системы. И такой продукт, к примеру, токсичный, такой, как глутамат натрия, будет разрушать вашу нервную систему ещё больше. Соответственно, это для вас может быть просто таким, да, критическим моментом, из-за которого ваше исцеление вообще под вопросом. Потому что если нервная система уже разрушена, то каждый вот такой дополнительный шаг назад, да, вниз, он стоит очень дорого. Глутамат натрия также содержится во разных ароматизаторах и вкусах, то есть когда вы читаете состав какого-то продукта и видите там, например, такую формулировку «натуральный вкус вишни», да, или «натуральный ароматизатор ванили», вот это то, что содержит глутамат натрия. То есть таких продуктов токсичных на самом деле вокруг нас очень много. Да, люди их едят, и никто, да, вот прям съев один какой-то батончик или соус с этими пищевыми дрожжами не умирает. Но это всё, во-первых, накапливается, да, и по-разному себя чувствуют разные люди. То есть те, кто уже тяжело болен, быстро почувствуют токсичное воздействие этих продуктов, разрушающее воздействие на их системы. Те, кто довольно крепкий, пока ещё, да, заметят это воздействие не сразу. Вот и всё. То есть информация «Медикал Медиум», она для того, чтобы вы просто понимали, какие продукты вас могут поддержать, а какие продукты тянут ваше здоровье вниз. И вот этот весь список, да, большой проблематичных продуктов, он как раз для этого, для того, чтобы понимать примерно, какие продукты создают проблемы. И, конечно же, имеет значение нюансы, да, то есть там продукты, этот весь список, да, продуктов в этом посте, он достаточно большой. Если у вас есть по ним вопросы, вы можете мне сейчас задавать, потому что я не планировала каждый продукт прям объяснять, да, но если у вас есть вопросы, я могу прокомментировать. То есть общий посыл этого эфира в том, что эти продукты так или иначе создают какие-то проблемы в организме. И это имеет значение, это особенно важно для тех, кто уже имеет какие-то проблемы со здоровьем. Если вас ничего не беспокоит, если вам, в принципе, не особо интересна тема оздоровления, укрепления своего организма, вы можете игнорировать эту информацию. Но если вдруг вы столкнетесь с какими-то вопросами по здоровью, вы будете знать, куда вернуться, вы будете понимать, что, ну, что-то в этом есть, да. И, возможно, уже пришло время для того, чтобы скорректировать свой рацион и как-то немножко помочь организму. Почему зерновые создают проблемы? Они относятся к уровню... Смотрите, зерновые бывают разные, да. Есть зерновые с глютеном, и это тогда такая, ну, достаточно высокая, так скажем, категория опасных продуктов, потому что глютен является пищей для вирусов. То есть это проблема. Какие зерновые сюда относятся? Это пшеница, прежде всего, да. Пшеница, рожь, ячмень. То есть вот эти продукты содержат глютен, а глютен является пищей для вирусов. Есть продукты, есть зерновые без глютена, да, и, в принципе, они относятся к нейтральным продуктам, но люди могут быть в разном состоянии. То есть те люди, которые очень сильно ослаблены, у них очень высокая вирусная и токсическая нагрузка, их организм уже сильно ослаблен, да, такие продукты не укрепляют их здоровье, они не помогают им выздороветь. То есть они не относятся к исцеляющим продуктам. Зерновые не относятся к исцеляющим продуктам. Поэтому когда в вашем рационе много зерновых, а при этом ваш приоритет выздороветь, это будет тянуть вас вниз. Поэтому если вы уберете зерновые и наполните свой рацион фруктами, овощами, да, дикими продуктами, травами, это поможет вам выздороветь, укрепить свое здоровье, восстановиться. Откуда глютен в овсянке? Она заражается глютеном, потому что соседствует с пшеницей очень часто. То есть овсянка очень легко заражается глютеном. То есть особенно если производитель не уделяет этому особое внимание. То есть если вы покупаете овсянку с пометкой «без глютена», это как минимум говорит о том, что производитель на всех этапах, на этапе выращивания, на этапах сбора урожая, хранения урожая, упаковки урожая, каким-то образом контролировал этот процесс и не было контакта с глютеном. Вот. Ну и плюс разные состояния, да, разные состояния разных людей, разные диагнозы могут давать подсказки, как именно лучше скорректировать рацион именно вам. Потому что, к примеру, если у вас есть камни в почках, да, то вам важно убрать и белковые продукты, и жирные продукты, и в том числе зерновые. Опять же, это просто один пример, да. И вот вся эта категория проблематичных продуктов, она, опять-таки, общая. А вы эту информацию адаптируете для себя, уже встраиваете в, ну, конкретно в свою ситуацию, потому что люди, естественно, в разном состоянии находятся. Ну и, конечно же, если вы не владеете medical medium информацией, то вам сложно разобраться, почему эти продукты создают проблемы, и как именно вы можете использовать эту информацию. Для этого, конечно же, я рекомендую вам, как минимум, иметь определенную базу, почитать книги Энтони Уильяма, то есть medical medium. Вот, так, какие тут еще были вопросы про ферментированные, да, например, ферментированные продукты. Что с ними не так? Когда мы ферментируем продукты, там образуются определенные бактерии, и они не способствуют здоровью, то есть это нездоровые бактерии. Это уже, по сути, мертвый продукт, и бактерии, которые там образуются, они способствуют разложению продукта. Это вынужденная мера, ферментированные продукты, это, естественно, вынужденная мера, чтобы сохранить каким-то образом продукт, да, то есть когда у людей нет доступа к свежим продуктам, ну, это, с одной стороны, это определенная привычка, а с другой стороны, это просто диктовали условия жизни, то есть для того, чтобы выжить, для того, чтобы были хоть какие-то продукты, люди использовали ферментацию, вот и все. То есть это, по большому счету, позволяло людям выжить, и это, ну, окей, да, потому что эти продукты, ну, не так вредят, так скажем, как те, которые подпитывают вирусы, но, тем не менее, они вам здоровья не добавляют. Вот этот миф о том, что ферментированные продукты полезны для кишечника, для здоровой микрофлоры – это дезинформация, это миф. На самом деле это не так. Ферментированные продукты никакую полезную микрофлору нашему кишечнику не создают. Полезная микрофлора образуется только от свежих продуктов, от свежих фруктов, овощей, зелени и так далее. И, мало того, вот это состояние кишечника, да, там, здоровая микрофлора, она, по большому счету, не устраняет истинную причину, из-за которой люди болеют. То есть здоровая микрофлора – это, конечно же, хорошо, это отлично, но она не уничтожает вредную микрофлору, вредных бактерий, да, вредные бактерии и вирусы, которые могут находиться в кишечнике. То есть они друг другу не мешают. Иметь здоровую микрофлору – это здорово, но параллельно нужно работать над истинными причинами возникновения всех заболеваний. Вот, поэтому все ферментированные продукты, к сожалению, ну, то есть они бесполезны. Мы их просто едим, они просто в лучшем случае проходят с квазняком, и организм от них старается как можно быстрее избавиться, то есть вывести. Это в лучшем случае. Но, естественно, если организм уже ослаблен, ослаблен очень сильно, да, это может быстрее тянуть вас вниз и как раз тормозить ваше выздоровление. Ну, у меня есть пост про ферментированные продукты, можете почитать. Железо получается тоже пища для вирусов. Тогда как быть? Спасибо большое. Сегодняшний пост у меня про ферритин и анемию. Если вы не видели, посмотрите потом. Да, железо в добавках, то есть искусственное железо, тоже является пищей для вирусов, потому что вирусы любят железо, потому что вирусы любят металлы, любят тяжелые металлы, и железо в том числе. И когда вы его принимаете вот в такой, да, искусственной форме, из добавок, вы тоже подкармливаете вирусы. Будут у вас симптомы или нет, как я уже, да, обозначила, зависит от общего состояния, от состояния печени, от того, насколько вы ослаблены, или наоборот, в хорошем таком, да, состоянии. Вот, поэтому эти нюансы имеют значение. Но любое железо укрепляет вирусы. А если у вас проблема именно с уровнем железа, да, что вы обращаетесь к этим добавкам, это как минимум и подтверждает то, что вирусная инфекция в вашем организме есть, потому что анемия означает, что в селезенке или других органах активен вирус Эпштейнобар. Это влияет на качество крови, так скажем. Вот, поэтому эта инфекция может быть вялотекущей, то есть она, возможно, может не особо проявляется, и вы, или вы просто не обращаете внимания, да, на ее проявление, просто потому что не знаете, что такое вирусные симптомы, как они проявляются, как они могут проявляться. Вот, и, естественно, зависит также от того, в каком вы состоянии. То есть если вы достаточно крепкие, вы пока все эти симптомы особо не ощущаете. Поэтому как быть? Нужно снижать вирусную нагрузку, нужно укреплять печень, и питание корректировать таким образом, чтобы вы получали натуральное железо из продуктов, и чтобы ваша печень могла это все усваивать. Это как раз вот все четко расписано в сегодняшнем посте. Я также приложила к этому посту свои результаты. Я на растительном питании уже восьмой год. В моем рационе преимущественно фрукты и овощи. Фрукты и овощи, дикие продукты, травы, специи. И, естественно, животные продукты не ем уже восемь лет. Бобовых в моем рационе тоже нет. И у меня отличные показатели и железа, и ферритина. То есть в этом смысле я могу подтвердить, что проблема не в наличии животных продуктов или там что-то еще. И бобовые как таковые напрямую тоже не влияют на то, будет ли у вас все хорошо с железом, или будут ли какие-то проблемы. То есть это все зависит от другого. Зависит все от состояния печени, от того, как она усваивает полезные вещества из продуктов и от активности вирусов в вашем организме. И с этим можно работать. Вот главный секрет в том, что с помощью medical medium информации с этими вопросами можно работать, потому что все очень понятно. У вас есть понимание, почему возникает тот или иной симптом, та или иная проблема со здоровьем. И у вас есть инструменты, которые помогают с этим работать. То есть, к примеру, исключение нет продуктов, это и есть отдельный инструмент. У вас есть информация, что причина вашей проблемы – это вирусная инфекция. У вас есть информация о том, какие продукты укрепляют вирус, вы их убираете, эти продукты, то есть вы уже помогаете своему организму. Дополнительно у вас есть подсказки, как еще можно помочь. К примеру, сок сельдерея является мощным антивирусным продуктом, он разрушает вирусные оболочки и выводит их из организма. Это только один пример. И все. И люди получают результаты, если вы наблюдали мои сторис несколько дней назад. А, нет, это было, собственно, в посте про нет продукты. Девушка начала применять эту информацию и за полторы недели увидела результаты. То есть она исключила нет продукты, она добавила сок сельдерея и дерматит, с которым она не могла справиться, 36 лет за полторы недели улучшила. То есть состояние кожи улучшилось прямо на глазах. Она мне в директ выслала много фотографий, я просто их не выставляла. Вот, поэтому это работает. Естественно, у всех по-разному, естественно, все в разном состоянии находятся, но здесь все очень логично и понятно. Так, дальше. Если на овощах и фруктах чувствуешь голод, как насытится. Это большая работа. Это большая комплексная работа. Этому как раз я обучаюсь. Сейчас провожу дотокс-практикум, где мы на практике разбираем все эти вопросы. И мастер-класс по питанию на прошлой неделе, обучающие лекции, это все было об этом. То есть вам нужно больше времени дать себе, чтобы разобраться с этой информацией. Потому что нужно разбираться. То есть нужно как минимум разбираться. Частая ошибка людей – это действительно недоедать. То есть, возможно, вы просто мало едите. Возможно, мало едите или недостаточно часто. Так, я у вас видела фото с сельдереем для щитовидки. Что вы можете предложить по гипотериозу насчет сока сельдерея? А что я могу вам предложить? Вы можете пить сок сельдерея, и это будет очень полезно для вашей щитовидки. У меня действительно много постов о соке сельдерея. По-разному, да, раскрыты его свойства. Он работает как антивирусный продукт. То есть, если у вас проблемы с щитовидной железой, он будет воздействовать на вирус обштейнобар и убивать его, и выводить из организма. Вот, естественно, это работа, да, это может быть долгой работой, но это работает. И питание, то есть, к примеру, исключение нет продуктов – это такой важный шаг, который является основой антивирусного протокола. От свежих овощей на ужин пучит живот. Да, такое бывает, потому что фрукты и овощи – это очищающие продукты, да, и вот такая реакция говорит о том, что они очищают ваш кишечник. А в нем есть плохие бактерии, плохие, собственно, вот эта плохая микрофлора, да, о которой мы только что говорили, то есть, патогенные микроорганизмы, которые создают газообразование и так далее. Почему кукуруза вредная? Потому что кукуруза – это ГМО-продукт, и все ГМО-продукты являются пищей для вирусов. То есть, эти продукты наш организм не воспринимает, а вирусы как раз-таки это любят, и это укрепляет любые вирусные инфекции. Кстати, у меня есть информация на странице обо всем этом, просто разбросана по разным постам. Что вы скажете про куркуму для понижения холестерина? Куркума – это хороший продукт, куркума – это, естественно, исцеляющий продукт, но одной лишь куркумы для снижения холестерина недостаточно. Вам нужно разобраться, почему холестерин повышается, и, соответственно, работать в комплексе. Но куркума – это прекрасный продукт, он может дополнять все ваши действия. Обычно холестерин повышается, когда в рационе очень много жиров, очень много жиров, печень перегружается. Если анемия, как без препаратов железа, я прокомментировала, и почитайте сегодняшний пост. Дальше. Дальше. Как повысить гемоглобину грудничка? Ну, смотрите, я сейчас не смогу разбирать каждые вот такие вопросы, потому что это, естественно, индивидуальная работа. Но, во-первых, у маленьких детей в принципе происходит все то же самое, что и у взрослых. Они тоже сталкиваются и с вирусными инфекциями, и с токсинами, и с самого рождения. Это тоже происходит. Вот, поэтому на самом деле механизмы работы те же, просто с маленькими детьми обычно работают через маму, если мама кормит ребенка грудью. Подскажите, при красных родинках, папилломах и родинках, какие продукты исключить, чтобы не подкармливать? Папилломы – это проявление вируса папиллома человека. Родинки и красные родинки говорят о том, что печень перегружена и ослаблена. Поэтому какие продукты важно исключить? Всегда не будет ошибка, если вы будете исключать нет продукты. А если говорить про проблематичные, про другие продукты, то на самом деле можно исключать, конечно же, все просто постепенно, потому что каждый продукт в какой-то степени вредит. Но наиболее такая группа, актуальная для большинства людей, это жирные продукты, потому что они очень сильно перегружают печень. Когда печень вынуждена перерабатывать много жиров, она не может выполнять другие задачи. Как раз детокс организма она не может проводить, она не может защищать вас от вирусов, она не может сканировать кровь, фильтровать ее. То есть она не может выполнять базовые, свои базовые задачи. Поэтому снижение жиров это всегда самый благоприятный такой метод поддержки печени. И плюс это помогает организму очищаться. То есть когда вы снижаете жиры, это уже позволяет организму лучше выводить токсины. Что у меня в банке? Лимонная вода с медом. Подскажите, пожалуйста, самые критичные продукты при онкологии. Это нет продукты. Но на самом деле все, которые перечислены в списке проблематичных. Это нет продукты, потому что они питают вирус. Почему это важно при онкологии? Потому что причина онкологии это всегда вирус, всегда. Причем агрессивные разновидности, то есть это более сильный вирус. И это всегда высокий уровень токсичности. Просто токсичность у разных людей разная. У кого-то это тяжелые металлы, у кого-то это радиация, у кого-то это токсичные гормоны, у кого-то все вместе. То есть вирусу для того, чтобы вредить нам, нужна какая-то пища. И токсины – это тоже пища для вирусов. В том числе. Поэтому нужно работать над снижением вирусной нагрузки и над очищением организма. Самое критичное при онкологии – это яйца. Яйца нужно убрать, яйца, молочные продукты и глютен. На самом деле, достаточно, да, серьезно нужно подойти к своему рациону, потому что тот же кофеин ничего хорошего организму не несет, он ослабляет нервную систему очень сильно, обезвоживает опять-таки очень сильно и большую нагрузку, да, на надпочечники дает, и на все другие системы, и на печень тоже и так далее. Что можете сказать по поводу сока с лимоном по утрам? Какие еще альтернативы можно посоветовать? Сок с лимоном – это значит лимонная вода. Лимонная вода – это прекрасный инструмент оздоровления и очищения печени. По утрам его можно, то есть ее можно пить, можно и даже нужно. Вот я пью по утрам вот такую баночку. Это литровая банка. Я пью с утра, когда просыпаюсь, лимонную воду. Вот примерно такая же, как я у меня сейчас. То есть это просто вода чистая из-под фильтра, это сок свежего лимона, я использую один лимон такой достаточно большой, и ложка меда. И я это пью каждое утро. С утра это помогает промывать печень, выводить часть токсинов. Это ваша ежедневная помощь печени для поддержки базового очищения. Можно ли пить лимонную при хеликобактерии? Конечно, можно. Она будет помогать вам убивать эту бактерию и выводить из организма. Орехи – тоже жиры? Да, конечно. То есть есть продукты, в которых много жиров. Животные продукты, в них много жиров. Масла, в них много жиров. То есть речь всегда о количестве жиров. Если в вашем рационе много жиров, это проблема. Если в вашем рационе мало жиров, это хорошо. Это не проблема. Поэтому имеет значение, сколько жиров вы едите. То есть орехи, как таковые, невредные продукты. Но если вы едите много орехов, это проблема. Если вы едите, скажем, кокосовое масло, с одной стороны, это полезный продукт, потому что кокосовое масло все-таки относится к исцеляющей группе продуктов. Кокосы – это полезный продукт. Но, тем не менее, масло в большом количестве будет перегружать печень очень сильно. И это будет тянуть ваше здоровье вниз. Поэтому мы относим его к проблематичным продуктам. И это имеет огромное значение, особенно если ваш организм уже ослаблен, и у вас уже есть проблемы со здоровьем. У вас уже, например, высокий холестерин, цирроз печени, еще что-то, еще что-то. То есть это уже говорит о том, что в организме много проблем, организм ослаблен. Дальше. Холестерин. Ага, был 8, перестала есть булочки, холестерин поднялся. Ну, во-первых, неизвестно, что еще вы едите, что еще вы меняли. Бывает так, что холестерин поднимается в процессе очищения, если вы, ну, предположим, что вы стали корректировать свой рацион в лучшую сторону, начали убирать такую вредную еду, и булочки, и жиры, и у вас поднялся холестерин. Холестерин. Это значит, организм выводит старый холестерин, и он как бы в крови, его концентрация как бы стала больше, то есть его стало больше, но это потому, что он выводится. На самом деле в процессе исцеления много всего может происходить, это такой достаточно сложный процесс, и нужно просто разбираться вот в этих нюансах, чтобы не пугаться. На самом деле, когда вы помогаете своему организму, когда вы используете эти инструменты, medical medium, да, тот же сок сельдерея, лимонную воду, полезные фрукты и овощи, ну, могут разные процессы происходить. Мы просто не привыкли быть врачами для самих себя, и поэтому у многих этой информации нет, нет уверенности в своих действиях и нет понимания, собственно, что происходит. То есть на самом деле информацию нужно изучать. В книгах medical medium есть эти объяснения, вы их можете там найти, вы можете образовываться, поднимать уровень своего образования, владения этой информацией и чувствовать себя более уверенно. Может ли женский организм функционировать без жиров? Говорят, нужно есть масла, орехи и авокадо. Может, может функционировать, но я хочу вас сразу успокоить, что невозможно исключить полностью жиры из своего организма, из своего рациона, потому что жиры есть везде, просто в разных продуктах содержится разное количество жиров. То, что вы написали, масла, орехи и авокадо, там много жиров. Но есть другие продукты, которые тоже содержат жиры, просто их там очень мало, они в другой форме, в биодоступной микроформе, например, ну все продукты их содержат, то есть фрукты, овощи, зелень, тот же шпинат, да, картошка, в них тоже есть жиры, просто их очень мало, и они в другой форме, в микроформе. И эта форма как раз быстро и легко усваивается нашим организмом, то есть мы не можем, как бы мы не хотели, мы не можем полностью исключить жиры из своего рациона, это невозможно. Вот, но, естественно, это не значит, что я говорю всем, так, исключайте всем вот жирные продукты. На самом деле нужно понимать, как это делать, как снижать жиры безопасно, потому что когда вы снижаете жиры, особенно если вы делаете это быстро, ну могут быть разные процессы, да, когда вы снижаете жиры, у вас запускается детокс. Интенсивный детокс – это не всегда комфортно, люди не понимают, не разбираются в этих процессах, то есть, к примеру, да, люди не понимают, почему повышается холестерин, почему он понижается, как они могут знать, что происходит с организмом, когда там вдруг снижается в рационе жиры или еще что-то. То есть в этой информации нужно разбираться. Этому всему я обучаю. Вот сейчас практически курс, на котором как раз по уровням мы обсуждаем, да, как это делать, как вводить изменения в свою жизнь постепенно, чтобы не было резких перемен, чтобы не было дискомфортных симптомов, чтобы не откатываться в своем состоянии назад, а двигаться уверенно, спокойно, постепенно, но вперед. Вот, поэтому снижать жиры нужно аккуратно и постепенно, это такой общий совет. Можно ли цикорий вместо кофе? Да, можно. Да, цикорий относится к полезным продуктам. Конечно, другой вопрос, как он приготовлен, как он обработан, да, в процессе промышленного производства, ну, все, что угодно может быть, но в целом цикорий это гораздо лучше, чем кофе. Конечно, про кофеин у меня есть серия постов, обязательно почитайте, если не читали, и вы впечатлитесь тем, какое воздействие на наш организм оказывает кофеин. Мед самый обычный. Мед должен быть натуральный. Натуральный и тот, который не нагревался выше 40 градусов. Тогда это хороший, полезный продукт. Кокосовое молоко. Кокосовое молоко, ну, я бы сказала, это хороший продукт, да, и все хорошо в меру. В данном вопросе все хорошо в меру, и количество имеет значение. Кокосовое молоко – это производная кокоса. Кокос тоже относится к полезным продуктам. Но, тем не менее, в кокосовом молоке большее содержание жиров, к примеру, чем в соке, да, апельсиновом. И для некоторых людей это имеет значение. Опять же, например, в Медикал Медиум есть программа очищения. Например, короткая программа очищения печени 3-6-9. Она длится 9 дней, и в рамках этих 9 дней вы полностью исключаете все жирные продукты и кокосовое молоко, да. Соответственно, для таких людей это имеет значение, и кокосовое молоко, ну, выпадает, скажем, из списка разрешенных продуктов. На самом деле, кокосовое молоко – это очень мягкий вариант жиров. Это пример здоровых жиров. Но, опять же, речь о количестве. Если вы будете с утра до ночи употреблять это кокосовое молоко, то ваша печень все равно не сможет нормально очищаться. Потому что все-таки каждый раз, когда вы едите жиры, печень направляет все свои усилия на переработку этих жиров, даже если их не очень много, даже если это полезные жиры. Так, про кофе я уже сказала, почитайте в постах. Шесть постов про кофеин. Ничего хорошего с кофеином нет, вообще ничего. Вообще ничего. То есть это сплошной яд, токсин и разрушающее действует на наш организм. Так, сколько, например, оливкового масла в день, например, с салатом? Ну, масла я вообще никому не рекомендую употреблять, особенно если у вас уже есть проблемы со здоровьем. Но, к примеру, если вы пока не можете от этого отказаться, то, скажем, чайная ложечка – это максимум. Но, опять же, все условно, и я не могу сказать, как это для вас. То есть все зависит от вашего состояния. Но на масла налегать не стоит. Это самая тяжелая группа жиров растительных. И это масло относится к той категории продуктов, с которыми печень как раз сложнее всего справляется. Когда мы едим масла, они не обрабатываются в нашем желудке. То есть когда вы едите цельный продукт, например, орехи или авокадо, этот продукт в желудке обрабатывается соляной кислотой, другими веществами. Потом он попадает в тонкий кишечник, это уже предварительно обработанное. Там еще обрабатывается. И, в общем, в итоге это все облегчает расщепление жиров. А когда вы едите масла, они сразу пропускают все эти этапы обработки и очень быстро попадают в печень и в кровь. И это очень опасно, потому что наша печень защищает жизненно важные органы. А если масла попадают в кровь, это очень сильно сгущает кровь. Это опасно для мозга, для сердца. Соответственно, для печени это форс-мажорная ситуация. То есть каждый раз, когда вы едите масла, имейте в виду, что ваша печень просто в режиме супер тревоги находится, и она бросает все свои важные дела, она спасает вашу жизнь, она каким-то образом нейтрализует это масло. И, естественно, делать это может она не бесконечно. То есть она делает это каждый день в вашей жизни, но в какой-то момент ее ресурсы заканчиваются. И она это делать больше не может. Поэтому рано или поздно последствия высокожирового питания догонят всех. Так, выпадение волос может быть симптомом детокса? Нет, 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 выпадение волос это не детокс совсем. Это говорит о том, что ваш организм очень ослаблен, ослаблены надпочечники, и вполне вероятно, что высокая вирусная нагрузка есть. То есть это не симптомы детокса. Кстати, все эти вопросы мы тоже обсуждаем сейчас в рамках обучения, обучающего детокс-курса. Я объясняю как раз участникам разницу между детокс-симптомами, между обострениями, какие детокс-симптомы бывают, как вносить изменения, чтобы эти симптомы вас не беспокоили, чтобы они не выбивали вас из нормальной жизни. Детокс-симптомы, конечно же, иногда неизбежны, потому что детокс-симптомы означают, что токсины выводятся из вашего организма, и это не всегда приятно. То есть когда вы выводите токсины, это значит, вы выводите плохие вещества, то есть яды – это токсины. Этого не должно быть в нашем организме, и это хорошо, что вы их выводите. Но, тем не менее, надо иметь какое-то сострадание к себе и делать это очень мягко, чтобы эти токсины выводились медленно, спокойно, нестремительно, потому что это опасные вещества, и наша печень контролирует этот процесс обычно, когда может. И она заинтересована в том, чтобы все эти токсины выводились безопасно, потому что когда токсины выводятся слишком интенсивно, это тоже опасно, потому что токсины – это не конфетки, это яды, и если их слишком много выводится, это тоже опасно. В общем, детокс – это интересно, детокс у нас тоже никто не учил, у нас обычно у людей разное представление о детоксе, некоторые, еще раз повторю, тяжелые металлы маслами вымывают, это так не работает. То есть вокруг нас столько дезинформации во всех вопросах, начиная от продуктов, которые полезны или не полезны, и заканчивая всеми другими вопросами, скажем, причиной каких-то заболеваний. В Medical Medium есть все ответы, все ответы и почему вы болеете, и что происходит внутри вашего организма, то есть вся эта информация есть. Вот, да, вот девушка пишет, когда я исключаю жирные продукты, у меня очень сильно сохнет кожа. Это как-то связано? Да, это может быть связано, потому что когда вы исключаете жирные продукты, вы позволяете печени выводить токсины. И если вы их резко исключаете, и это выведение токсинов может быть очень активным, и они могут в том числе выходить через кожу, и кожа сохнет. Ну и плюс, может быть, вам не хватает увлажнения. Обычно это тоже такая ошибка распространенная людей. Люди недостаточно пьют жидкости, а когда жидкости мало в организме, то токсины выводятся неоптимально, потому что жидкость позволяет выводить токсины легко, мягко, без дискомфорта. Так. Да, Катя, Анютка, ты такая умничка, я очень тебе благодарна. Энтони, тебе спасибо. Я знаю, да, вот Катя как раз мне писала, я в директ читала, что медикал-медиум информация помогла справиться с проблемами, с которыми другие системы, другие подходы вообще не помогали, ответов не было. Так. Сейчас пошли иранские арбузы, что вы про них думаете? Я не знаю, я не знаю, что там с иранскими арбузами, я не владею такими деталями. Могут ли быть они опасны? Арбузы – это полезный продукт, но, конечно же, предпочтительнее всегда органические продукты, арбузы в том числе. Если это органические, это здорово, если нет, конечно, какие-то токсины там могут быть, но в целом арбуз всё равно полезный продукт, и он очень как раз такой усиливающий детокс, поэтому активно очищает организм. Масло чёрного тмина, ведь исцеляющее? Нет, Энтони Уильям не называет масло чёрного тмина исцеляющим. Чем я заправляю салат? Я люблю лимонный сок и мёд. Как быть женскими гормонами без жиров? Так, ну я эту тему как раз, да, не закончила. Я говорила о том, что без жиров быть невозможно, они всегда есть, а проблемы обычно возникают по другим причинам. Вот это опять же из-за нехватки информации, правильной информации. Женские гормоны, да, приходят в дисбаланс не потому, что у вас есть или нет жиров, а за женские гормоны отвечают состояние ваших надпочечников. И если они разбалансированы и ослаблены, то у вас могут быть проблемы с женскими гормонами, но масло тут ни при чём, и жиры ни при чём, и орехи, и авокадо ни при чём. То есть жиры, при том, в том плане, что большое количество жиров ещё больше ослабит ваши надпочечники, и гормоны всё равно рано или поздно придут тоже в дисбаланс. Вот, поэтому это миф. Женским гормонам хватает вот этих микрожиров, которые есть во всех продуктах. То есть если вы едите хотя бы что-то, если вы едите, да, у вас достаточно этих микрожиров. Если вы едите фрукты и овощи, фрукты и овощи, на самом деле, конечно, нужно нормально есть, но если вы едите эти продукты, вам хватает жиров для гормонов. Да, если мы только вот этот вопрос рассмотрим, гормонов, то гормонов много не нужно. Какие растительные масла разрешены, хотя бы иногда, прибегать в медикамедиум, допустим, если человеку захотелось блюдо с зажаркой. Понимаю, что это плохо, но всё же. Смотрите, вот ещё раз я хочу выделить, да, вот эти все продукты. Никто не говорит, что они запрещены. Вы сами себе запрещаете эти продукты почему-то. У вас просто есть информация о том, что какие-то продукты вредят вашему здоровью, а какие-то продукты помогают вам исцелиться. И вы решаете, что с этим делать. То есть, к примеру, возьмём, да, отдельного человека. Вот он заболел, у него проблема, необъяснимое заболевание. Он познакомился с медикамедиум информацией, он прочитал, что, оказывается, причина, там, моего псориаза, да, это вирусы, пшлейнобар и тяжёлые металлы в печени. Так, понятно, хорошо. Дальше он, да, получает дальше информацию. Так, что нужно делать? То есть, нужно поработать с тем, чтобы нейтрализовать вирус, чтобы снизить вирусную активность, нужно вывести тяжёлые металлы из организма, что-то нужно делать. И, пожалуйста, вот у вас информация, что какие-то продукты подкармливают вирус. Вам кто-то запрещает из этих продуктов? Нет. Но вы сами понимаете, да, что если я хочу справиться со своим псориазом, и если я хочу перестать подкармливать вирусы, то я беру и исключаю эти продукты. Но никто вам не запрещает, вы можете делать, что хотите. Возможно, вас ничего не беспокоит, да, возможно, вам по барабану на ваш псориаз, вы, в принципе, нормально себя чувствуете, потому что вы не хотите исключать эти продукты, вас никто не может заставить, вы можете есть дальше эти продукты, вы просто живёте с информацией, и, ну, эти продукты всё равно будут влиять, скажем, да, разрушительно на ваше здоровье, но что с этим делать, вы решаете сами. Поэтому вы можете есть растительные масла. Я не могу вам сказать, значит, если бы вы ко мне пришли на консультацию, и с какой-то жалобой, и вот у вас, да, серьёзная проблема со здоровьем, и вы бы меня спросили, какие растительные масла там я могу есть, я всё равно не могу вам сказать, что вот, знаешь, я тебе разрешаю, ешь по две ложечки масла, ну, нормально будет. Не будет нормально, это всё равно влияет на печень, и не поможет вашему исцелению. Но это не значит, что вы так не можете сделать. Вы можете сделать, вы поешьте это масло, и вы посмотрите, как вы будете себя чувствовать, да. Всё зависит от того, в каком состоянии ваш, конкретно ваш организм, насколько у вас уже ослаблена, перегружена печень. Я вот выше рассказала, как действуют масла на печень. Если ваша печень ещё сильная, она вас спасёт, да, и эти масла нейтрализуют, и сделают так, чтобы вы дальше комфортно жили. Но если ваша печень уже ослаблена, это истощит её ещё больше, и кто знает, да, как быстро эти ресурсы закончатся вообще. Вот, поэтому вы сами решайте, что вам можно, что вам нельзя. У вас есть информация, и вы можете сами с этим справиться. Здравствуйте, сок надо разбавлять с водой? Сельдерей? Сельдерей нет, не нужно. Чтобы он был максимально полезным, он должен быть в чистом виде. Так, ребята, кто пришёл? Что вы скажете про кусочек сала? Что я могу сказать про кусочек сала? Сало – это свинина. Свинина – это не продукт. Свинина относится к самым таким жирным продуктам, которые больше всего перегружают печень. Именно свинина относится к тому виду жиров, который дольше всего обрабатывается. То есть печень целый день, сутки практически тратит на то, чтобы справиться с этой свининой. То есть жиры из свинины до 20 часов находятся в крови. Когда жиры находятся в крови, мы уже это обсудили 150 раз, кровь сгущается, токсины увеличиваются, вирусы процветают и всё остальное. Плюс нагрузка на сердце и так далее. Поэтому что я могу сказать про кусочек сала? Ничего хорошего не могу сказать, но вы можете есть сало. Вот это я точно могу сказать. Вы можете есть сало, сколько хотите. Так, нужно ли замочить бобовые? Нет, не обязательно, потому что проблема индивидуальная. То есть некоторые люди хуже переносят бобовые. Можно замочить, если вам так комфортнее. Но вот каких-то таких специальных процедур с бобовыми на самом деле делать не нужно. Если из-за загиба желчи застаивается желчь, надо пить желчегонное постоянно, а жиры масла обладают желчегонным эффектом. Как питаться, если от сырого ещё кишечник болит? Это тоже дезинформация, которая путает людям вообще мозги. Желчь застаивается хорошо, это проблема. Желчегонное – это один момент, да? Масла не обладают желчегонным эффектом. Масла вынуждают печень производить больше желчи, чтобы справиться с их переработкой. То, что вы называете желчегонным эффектом, это, к сожалению, истощает печень. То есть, когда вы пьёте масла, требуется очень много желчи, потому что, если этой желчи не будет, печень не сможет вас защитить от этих масел. Поэтому она вынуждена производить много желчи, и вы думаете, что это желчегонный эффект. На самом деле это обнуляет резервы печени, резервы желчи, да, истощает вообще организм, потому что желчь, которая требуется для переработки масел, должна быть очень высокого качества. В ней должны быть специальные вещества, обезжиривающие, которые будут помогать расщеплять эти жиры, масла. И на это организм расходует очень много сил. Поэтому это, к сожалению, дезинформация, которая забирает у людей здоровье. То есть, если вы пользуетесь этой информацией, вы не помогаете организму восстанавливаться, а наоборот его истощаете и ослабеваете. Поэтому как питаться, если от сырого болит кишечник? У вас болит от сырого кишечник, потому что сырые фрукты и овощи обладают очень сильным очищающим эффектом. А болит у вас, да, потому что в кишечнике уже много проблем. То есть он уже ослаблен, в нем уже много токсинов, каких-то вирусов, каких-то бактерий. Естественно, ваш организм реагирует на это, потому что выводить токсины нужно аккуратно, постепенно. Сырые продукты слишком очищающие, поэтому я, да, на своем курсе тоже разбила детокс-программу по разным уровням. И те люди, у которых очень высокая вирусная токсическая нагрузка, они действуют по-другому. И бывает так, что сырые продукты лучше какое-то время не вводить, а лучше использовать термически обработанные продукты. То есть нужно понимать эти нюансы, да, и ориентироваться на конкретное состояние конкретного человека. Конечно, ослабленный организм может так реагировать. Очень советую на курс к Ане. Очень все подробно и спокойно объясняет. Каждый раз больше двух часов ценнейшей информации. Спасибо. Спасибо. В принципе, если кто-то захочет присоединиться, сегодня, ну, можно сказать, последний день. Да, этот детокс, практически детокс-курс. Вы можете присоединиться, у вас будет возможность прослушать обучающую лекцию. Она в записи, я ее в понедельник провела. И завтрашнего дня я на связи со всеми участниками. Будем возвращаться к каким-то отдельным вопросам, разбирать их на практике, отвечать на ваши вопросы, разбирать все эти ситуации и осваивать мягкий и безопасный детокс. С чем может быть связана аллергическая реакция на свежую морковь? Моментально начинается зуд в горле и чихание. Во-первых, это может быть связано с тем, что продукт немножко загрязнен токсинами. Может быть из-за этого. Потому что корнеплоды, особенно если это неорганический продукт, корнеплоды очень много впитывают в себя из земли. И поэтому, если их обрабатывали какими-то химикатами, пестицидами, то все корнеплоды очень много в себя берут. И возможно, вы очень реагируете на это. То есть здесь нужно сравнить, скажем, разных производителей морковки. Может быть попробовать органическую. Будет ли у вас такая реакция на органическую. Посмотреть. Может быть ответ в этом. Может быть и нет. Возможно, проблема в чем-то другом. Возможно, так как фрукты и овощи, очищающие продукты, то может быть эта реакция возникает, потому что токсичные вещества выводятся из вашего организма. То есть на самом деле это такие разные ситуации. И вот эти нюансы имеют значение. Если вы едите продукты, которые обработаны химикатами, вы можете реагировать на них. А если с продуктом все хорошо, он относительно чистый, вы его в том числе помыли хорошо, то это может быть другое. Это может быть очищающей такой реакцией. Но это как минимум говорит о том, что ваш организм ослаблен в каких-то вопросах. И не нужно насиловать себя. Если эта реакция будет продолжаться, не нужно есть эту морковку. Ешьте те продукты, на которые у вас такой сильной реакции нет. Особенно если вы, да, прям вот зуд в горле, чихание, ну если вдруг эти реакции ухудшаются, то не стоит есть этот продукт пока. Но обычно пищевые, да, реакции связаны с нагрузкой на печень, с токсичностью именно в печени. Можно ли смузи сельдерея, если нет соковыжималки? Да, но этот смузи нужно отжимать, то есть чтобы вы получили из него сок. Приливы – это тоже перегруз печени. Да, конечно. У меня есть пост про симптомы менопаузы. Все эти симптомы связаны с перегруженностью печени. Просто они разные, да. Те симптомы, которые обычно испытывают женщины в период менопаузы, они связаны с тем, что печень перегружается, она к определенному возрасту очень сильно устает. И у женщин это примерно 40 лет. Поэтому кто-то раньше, кто-то позже, естественно, сталкивается со всеми этими симптомами. Хотелось бы узнать перечень анализов, через которые можно понять динамику в организме. Вам нужно ориентироваться на свои симптомы. Это основной ориентир. Анализы – это тоже, ну, это тоже может дать определенную подсказку, но если вы хотите заниматься оздоровлением, да, своим, то ориентироваться нужно на симптомы. Нужно проанализировать сначала свое состояние. И для этого вам нужна медикал-медиум информация. То есть книги медикал-медиум. Возьмите первую книгу «Взгляд внутри болезни», и там очень много объяснений по разным симптомам. И динамику вы сможете отслеживать по ним. То есть если ваши симптомы улучшаются, значит, ваше состояние улучшается. В бобовых фитиновая кислота, которую нужно путем вымачивания вывести. Ну, это как раз таки неважно. То есть по медикал-медиум, да, информации, это не критично. Это не обязательно делать. Так, вот про орехи я тоже самое, да, ответила. Орехи, бобовые, не обязательно. То есть это не обязательно. Это можно делать, но это не обязательно. Про щитовидку можете рассказать. У меня есть посты про щитовидку, лучше почитайте. То есть про щитовидку можно рассказывать, ни один эфир. У Энтони Уильяма есть отдельная книга про щитовидку. Я вам рекомендую ее купить. Называется «Секрет щитовидки», и вот там вы много узнаете про щитовидную железу. Что говорит Энтони про переливание крови? Ну, это форс-мажор, да, то есть если это нужно, значит это нужно. Но, естественно, вы должны понимать, что любая кровь, даже если это, ну, то есть это все, что в этой крови, да, содержится, может, естественно, попасть и к вам. Что говорит Медикал Медиум о спирулине? У меня есть отдельные посты о спирулине. Спирулина – это очень богатый и полезный продукт, но важно, чтобы спирулина была чистой, потому что в большинстве спирулины содержится такой природный нейротоксин, и это нехорошо. Поэтому эти нюансы тоже имеют значение, не все об этом знают. Посты у меня о спирулине есть, рекомендации хорошей чистой спирулины тоже есть. Почитайте. Обильные месячные кровотечения могут ли пройти? Да, могут, если вы будете очищать свой организм, очищать организм и репродуктивную систему от токсинов, в том числе это все следствие высокой токсичности в организме. Вот, то есть это, это организм использует этот канал, да, тоже для выведения токсинов, то есть это подсказка. Если у вас слишком обильные, да, месячные – это значит, что организм перегружен токсинами. Какао не рекомендовано? Нет. Какао относится к тем продуктам, которые содержат кофеин. Кофеин относится к опасным продуктам. Есть у меня серия постов, шесть постов про кофеин. Все это относится к какао. Какао – это очень опасный продукт. Это, по сути, токсин, да, нейротоксин, который очень агрессивно воздействует на нервную систему, на все системы нашего организма, но особенно на нервную. Если у меня хеликобактер и низкий гемоглобин, мне будет полезен детокс-курс? Детокс-курс полезен всем, потому что детокс-курс, который я провожу, он обучающий. То есть я в рамках этого курса объясняю многие моменты, да, то есть объясняю, как питаться, чтобы детокс в организме шел мягко и безопасно. А это нужно всем. То есть если у вас хеликобактер, конечно же, такое питание, дело в том, что вот это питание с использованием, да, medical medium инструментов, оно одновременно и антивирусное, антибактериальное, и то, которое поддерживает очищение организма. Это неотъемлемое, да, это два в одном. Поэтому, когда вы эти моменты, да, учитываете и внедряете, то вы работаете и одновременно, скажем, над хеликобактером, да, это бактерия, низкий гемоглобин. Если проблема именно с железом, то это тоже связано с вирусной инфекцией. То есть вы снижаете вирусную бактериальную нагрузку за счет питания, в том числе, да, это крепкая такая основа для антивирусного, антибактериального протокола. Вы поддерживаете печень, потому что многие инструменты направлены именно на поддержку печени. Она лучше очищается, она лучше усваивает полезные вещества, то есть все очень взаимосвязано. Когда наша печень перегружена, когда в организме много токсинов, то печень, вместо того, чтобы усваивать полезные вещества и хранить их в себе, она вынуждена хранить токсины и яды, потому что если она не может их безопасно вывести, она их запечатывает в себе, потому что вывести она должна безопасно. Если она этого сделать не может, она делает что-то другое, чтобы спасти вашу жизнь, потому что если она будет выводить токсины опасным путем, это может вас убить, потому что токсины – это яды. Поэтому печень сама определяет, так, я могу сейчас вывести безопасно? Да, могу, я это делаю. Если она понимает, что она безопасно вывести не может, она это держит в себе. Так вот, ее хранилища небезразмерные и небесконечные. Поэтому если она там хранит много опасных токсичных веществ, полезные вещества просто в нее уже не вмещаются. А по-хорошему, печень работает также хранилищем витаминов и других полезных веществ. Вот, поэтому из-за того, что мы все перегружены токсинами, мы имеем проблемы с полезными веществами. А когда вы работаете над детоксом, мягким и аккуратным, и восстанавливаете, поддерживаете печень, тогда все ее функции тоже нормализуются, приходят в норму. И лучше усваиваются полезные вещества. Это, естественно, будет сказываться и на гемоглобине, и на всем остальном. Полезен ли кероп по medical medium? Ну, кероп употреблять можно, то есть он не относится к опасным продуктам. Так, ребята, так, вопрос. Соковыжималка или блендер стационарный? Это может быть и то, и другое, да? И то, и то хорошо, хорошие приборы, все зависит от ваших привычек. Дальше вот вы пишете, в первом случае больше половины сырья уходит в мусорку, деньги на ветер, плюс клетчатка, которая по сути является пищей для доброй микробиоты, уходит в никуда. Это вас обманули. Клетчатка не является пищей для доброй микробиоты. И вот это доброе микробиот, концерт термин, не знаю, кто вам его внушил, но клетчатка никакого отношения к этой доброй микробиоте не имеет. Все самое полезное, что мы можем взять из продуктов, находится не в клетчатке, а в соках и в мякоти растения. То есть клетчатка – это для растения скелет. То есть вот если вы представите себя, и скелет свой, вам скелет помогает, скажем, стоять, то есть стоять в полный рост, держит вас. И у растения точно так же, чтобы растение стояло, чтобы оно вытягивалось к свету, чтобы оно могло расти, получать вот эту всю пользу и образовывать всю эту пользу в себе, ему нужна клетчатка. И вот клетчатка – это скелет растения, и всё, там ничего нет, вообще ничего, там ноль, там ноль. Клетчатка нашим организмам даже не усваивается. И наша добрая микробиота вообще ничего не имеет с этой клетчаткой. Мы её просто выводим в туалет. А всё самое полезное, как раз вы можете получить, ну вот всё, что вне клетчатки. То есть это мякоть, это соки, то есть все ценные вещества там. Это не значит, что клетчатку не нужно есть. Ну если вы едите, да, продукт растительный, конечно, вы едите и клетчатку, но она никакой пользы не несёт. Организм её как-то пропускает через себя и выводит в туалет. Всё, она прошла сквозняком. Поэтому не нужно переживать о клетчатке. Но хорошая соковыжималка – это, конечно, плюс, потому что вы будете лучше отжимать соки из продукта. И тогда в клетчатке останется только клетчатка. То есть максимум соков вы получите в соке. Максимум пользы, да. Поэтому вот так. А что вы думаете про псиллиум? Псиллиум – неблагоприятный продукт, он сильно обезвоживает, он не относится к исцеляющим продуктам. Что принесёт больше пользы? Кинуа, амарант или бурый рис. Зерновые не относятся к исцеляющим продуктам. То есть они как минимум не повлияют на то, будете ли вы выздоравливать, да, от своих симптомов или нет. Но здесь речь о контексте. То есть в целом кинуа, амарант или бурый рис не относятся к нет продуктам. Они, скажем, не кормят вирус, да, это хорошо. Но они также не поддерживают ваше исцеление, они просто занимают место. Поэтому вы можете выбирать то, что вами комфортнее переносится, если вам очень хочется есть эти продукты. Но опять же речь о ваших приоритетах. Если ваш приоритет выздоровление, и у вас много симптомов, то лучше от этих продуктов вообще отказаться. Если вы вместо них будете есть больше фруктов и овощей, это поможет вам быстрее выздороветь. То есть здесь вопрос о ваших личных приоритетах. Если от свежевыжатых соков спазмы в желудке и ноющая боль, то это также не подходит для начала. Лучше термически обработанные продукты. Да, если у вас от соков спазмы и боль, то лучше не мучить себя. Можно уменьшить порцию этих соков. Или пока не пить соки, а просто есть другие продукты в другой форме. И очень важно убрать нет продуктов. Потому что вот эти симптомы, реакции на полезные продукты, говорят о том, что ваш организм ослаблен. В нем много токсинов. Ослабленная система. Проблемы, естественно, это подсказка. Двигаться более медленно, более мягко. Почему стало тяжело разговаривать? С чем связано? Полтора года на медикал медиум? Ответьте, пожалуйста. Что значит тяжело разговаривать? Это если у вас проблемы с речью, это неврологический симптом. Значит, по какой-то причине у вас ослабла нервная система или было токсичное воздействие на нее. Поэтому нужно в эту сторону смотреть. Может быть, у вас был контакт с тяжелыми металлами. Может быть, что-то другое. Может быть, вирусная активность повысилась, потому что вирусы, есть разные вирусы, и они разные токсины производят. То есть, к примеру, когда вирус использует в пищу тяжелые металлы, он может производить нейротоксины. И эти токсины воздействуют на нервную систему. И когда нервная система разрушается, становится более чувствительной, мы можем сталкиваться вот как раз с такими симптомами, которые именно со стороны нервной системы. То есть, проблемы с речью – это как раз такой симптом со стороны нервной системы. Расскажите про соль при приготовлении, не используя фисташки соленые и еще жареные на постоянном перекусе. Ну, сочетание соль плюс жирное – это плохое сочетание, потому что это как раз останавливает детокс и перегружает печень. Соль в большом количестве плюс жир – это запечатывает токсины внутри организма. Это не позволяет организму очищаться. И плюс, если вы используете на постоянной основе такие перекусы, вы просто подсаживаетесь на них, у вас уже зависимость от этого сочетания. Когда вы часто едите такое сочетание, это вызывает определенную зависимость, и вам сложно отказаться. Нужно просто корректировать свой рацион постепенно, начинать давать своему организму то, в чем он нуждается. То есть, это значит, что вы просто полезные продукты, недостаточно едите. Эти все моменты, опять же, да, я на мастер-классе по питанию разбирала подробно. Естественно, это все не быстро у разных людей, по-разному. Но восстановить свой организм можно. И привычки тоже меняются. Много людей подтверждают, что привычки меняются. Просто разным людям требуется разное время и разный подход. Так, нужно ли детям давать добавку йода? Все зависит от состояния. В принципе, йод относится к важным, полезным добавкам, но важна его форма. И, конечно же, ну, опять же, да, приоритет и состояние имеют значение. Сильно выпадают волосы. Что может помочь остановить выпадание волос? Спасибо большое. У меня есть пост про выпадение волос. Там обозначены ключевые добавки, которые помогают. Это крапива, ашваганда и сера. Но это только пример, да, это только пример. А вообще вам нужно пересмотреть полностью свой рацион и в целом проанализировать свое состояние. Потому что, я уже комментировала раньше, выпадение волос связано с ослабленными надпочечниками. Или не комментировала. Ну, был, кажется, похожий вопрос. То есть, это значит, что ослаблены надпочечники. И вам нужно их восстанавливать. Это одна составляющая. Но, возможно, у вас есть и другие еще, да, моменты, на которые тоже нужно обращать внимание. Вот. Ну, посмотрите, у меня там пост. Есть примеры добавок и кое-какие рекомендации, комментарии тоже есть. А сока сельдерея на третьей неделе, где-то началась диарея, это нормально. Ну, диарея, в принципе, да, относится к детоксимптомам. Поэтому это может быть симптомом детокса. И, да, это может быть долго, потому что сок сельдерея очень очищает, он выводит токсины. И диарея может наблюдаться долго. Но здесь ваша задача найти комфортный для себя такой, да, режим, чтобы это не было слишком интенсивно. Поэтому здесь эти тоже нюансы имеют значение. Так, хорошо. Киноа – это зерновые. Ну, в принципе, да, это относится к… Ну, то есть там есть, да, мнение там про псевдозерновые и так далее. Но если мы говорим в общем, то когда я говорю об этих продуктах, я отношу это все к зерновым. Ну, в любом случае, неважно на самом деле, куда вы их относите. Суть в том, что это не относится к исцеляющим продуктам. Это самое главное. Крупы и бобовые не относятся к исцеляющим продуктам. Но если выбирать между ними, чему лучше отдать предпочтение? Смотря что. То есть Энтони выделяет пшено и безглютеновую овсянку, как самые мягкие варианты зерновых, да, и в принципе в бобовых самые мягкие нейтральные варианты – это чечевица и нут. Просто важно учитывать то, как вы переносите те или другие продукты, потому что индивидуально тоже, да, все может отличаться у разных людей. Финики стоит избегать в питании? Нет, финики – это очень полезный исцеляющий продукт, очень полезный. У меня есть о них отдельный пост. Избегать их не стоит. Их можно не избегать. Я слышала, что в картошке вся ценность находится на кожуре, а сама картошка – это один большой крахмал, от которой пользы нет никакого для организма. Не надо варить и употреблять кожуру. Что можете сказать? Картошка – это хороший исцеляющий продукт. Действительно, кожура тоже полезна, тоже полезна. То есть полезна и мякоть ее, ну, то есть вся картошка и кожура. И то, и другое полезно. Вот. Крахмала бояться не стоит. Картошка является тем продуктом, в котором очень много здоровых углеводов. И это все в итоге потом организм расщепляет, да, на полезные сахара. Это те сахара, в котором нуждается наш организм. Глюкоза является источником энергии для всех наших клеток. Беременна можно ли проходить детокс-программу? Можно, потому что я никого ни к чему не принуждаю. Я помогаю каждому из вас подобрать комфортный для себя уровень. То есть если вы беременны, вам нужно учитывать это, да, и, соответственно, вы внесете только те изменения, которые не будут выбивать вас из колеи. То есть небольшие изменения, которые будут только оздоравливать ваш организм, укреплять его. Потому что если детокс мягкий и комфортный, это укрепляет и поддерживает вас. То есть детокс по Медикал Медиум вообще-то настроен на то, чтобы укреплять все ваши системы. В этом как раз, да, есть нюансы. И когда ты начинаешь углубляться в Медикал Медиум информацию, ты понимаешь, что все взаимосвязано. Потому что питание в стиле Медикал Медиум поддерживает надпочечники, помогает им восстанавливаться, очищает и оздоравливает печень, поддерживает нервную систему. То есть помогает абсолютно всем системам организма, если правильно пользоваться этой информацией. Но, к сожалению, люди не владеют этой информацией, пропускают детали мимо ушей, не читают книги и многих нюансов не знают. Поэтому если адекватно пользоваться этой информацией, то вы в любом состоянии получите только пользу. Сколько мне лет? Мне 40 лет. Анна, есть мнение, что заморозка ягод, та же самая термическая обработка, только минусовая. И после заморозки полезного в них не остается. Ну, это не совсем так. Конечно же, свежие продукты – это всегда отлично, это самый лучший вариант. Но заморозка фруктов и овощей допускается. Особенно если это хорошая заморозка, то есть правильная заморозка, когда сохраняется максимум пользы, это нормально, это возможность, опять же, иметь доступ к продуктам, тогда, когда у вас нет доступа к свежим продуктам. А если мы говорим, например, о диких растениях, о диких ягодах, то они в замороженном виде сохраняют всю свою пользу и даже в чем-то становятся сильнее, опять же, по medical medium данным. Вот, поэтому не нужно этого бояться. Не нужно этого так сильно бояться. Когда есть у вас свежие продукты, пользуйтесь свежими. Когда нет возможности есть свежие, пользуйтесь замороженными. Я не вижу проблемы. Зеленая гречка. Как употреблять? У меня о зеленой гречке есть отдельный пост. Не нужно, она не относится к полезным продуктам. Она, у меня все расписано в посте, она для некоторых людей даже очень нежелательна, потому что она негативно воздействует на нервную систему. Все, точка. То есть, если у вас есть проблемы с нервной системой, я бы зеленую гречку вообще никогда не ела, тем более в пророщенном виде. Именно зеленая гречка в пророщенном виде – это самое проблемное, как оказалось, сочетание. То есть, вот, но вот эти все нюансы, да, не нужно воспринимать сразу, как какую-то катастрофу. То есть, это просто информация. Для кого-то она более актуальна, для кого-то менее актуальна. Имеет значение ваше состояние. Соксельдерея по аутоиммунному протоколу под запретом. Стоит прислушаться? Нет, не стоит. Потому что аутоиммунный протокол, что это за аутоиммунный протокол, что лечит аутоиммунный протокол? Вы знаете, что аутоиммунных заболеваний не существует? Вы знаете, что аутоиммунные заболевания – это вирусные заболевания. И причина любого аутоиммунного, так называемого аутоиммунного заболевания – это вирусная активность в организме. Ваш организм борется не сам с собой, а с вирусом. Ваш организм никогда не может нападать сам на себя, разрушать сам себя. Это medical medium information. Все аутоиммунные заболевания – это вирусные заболевания. Сок сельдерея борется с вирусами. Сок сельдерея под запретом? Нет. Сок сельдерея показан при любых аутоиммунных заболеваниях как средство номер один, потому что он работает с первопричиной этого заболевания, возникновения этого заболевания. Но вам для этого нужно разобраться в информации. Читайте medical medium, читайте книги, и первую книгу «Взгляд внутри болезни» там вся эта информация есть. Чай масала на кокосовом молоке – это окей? Масала – это со специями, правильно? Я точно не знаю состав масалы. Если это только специи на кокосовом молоке, то это будет просто немножко жирный напиток, но в принципе, если ваша печень в хорошей форме, она с этим справится. Но если это чай с кофеином, то это, конечно, уже не совсем окей. При высоком сахаре натощак с утра какие продукты могут помочь его снизить? Вам нужно снижать жиры в рационе, тогда у вас придет в норму сахар. Полезно ли есть свеклу? Если да, то в каком виде? Помню, что сок из свеклы Энтони не рекомендует. Да, не рекомендуют, поэтому лучше есть в цельном виде, например, приготовленную на пару или в духовке. Но в небольшом количестве можно добавлять и в соки, если это хорошая органическая, не ГМО, свекла. Звон в ушах не проходит, все делаю как надо по ММ. Это мне ни о чем не говорит. Я наслушалась и знакома с миллионом историй, когда люди говорят, что я делаю все по ММ, все как надо. Но как надо именно вам, возможно, вы не знаете. Возможно. И я не знаю. Вы делаете как надо по ММ, потому что так кто-то сказал, или вы делаете по ММ, как надо именно вам. В этом очень большая разница. Вы должны делать по ММ так, как надо именно вам. А вам, возможно, надо по-другому. Поэтому звон в ушах – это неврологический симптом. Возможно, кстати, возможно, вы делаете все правильно. Но проблема-то в том, что нервная система восстанавливается очень долго. И, возможно, вам нужно больше времени, а, возможно, вам, возможно, вы недостаточно делаете, и вам нужно что-то еще. То есть точно не буду это комментировать, потому что я уже настолько часто сталкиваюсь с тем, что как надо. Надо – это совсем не как надо, но я в то же время не хочу делать заявки, что вы не как надо делаете. Я ничего о вас не знаю. Пробовала исключить жиры до обеда, но чувства насыщения не было. В чем может быть причина? Возможно, вы просто недостаточно ели. Гречишный чай полезен. Я не люблю гречку, поэтому я не буду комментировать по гречке. Я не пользуюсь. Я не употребляю гречку и не рекомендую другим. Как понизить кортизол? Нужно восстанавливать работу печени и надпочечников. Аня, в вашем рационе присутствуют водоросли нори или это проблематичный продукт? Присутствуют, но не очень часто, но в принципе присутствуют. И Энтони рекомендует нори. С ними есть небольшой вопрос. Важно качество. То есть важно, откуда они, из какого водоема. Еще часто они бывают обжаренные, что не очень хорошо. Ну, если на масле вдруг. В принципе, просто обжаренные на сухую – это лучше. На сайте у Энтони есть рекомендации хороших брендов. Я пользуюсь ими. То есть если я ем нори, то я покупаю те, которые рекомендуют Энтони. Да, они, тем не менее, из Тихого океана, что считается не очень хорошо. Но те производители, которых он рекомендует, если почитать подробнее на их сайте и обратиться с дополнительной информацией, они более чистые по сравнению с другими. Вот. И, в принципе, водоросли – это полезный продукт. Это как морские овощи. Так, какой самый полезный завтрак для маленьких детей? Я не могу прокомментировать, потому что все зависит от состояния ребенка. Так же, как и со взрослыми, да, для разных людей будут разные самые полезные завтраки, потому что нужно учитывать состояние человека. И для одного это будут фрукты, а для другого это могло бы быть полезным, но он плохо переносит эти фрукты, и он не сможет воспользоваться всей пользой фруктов. Поэтому он будет есть что-то другое. И для этого человека будет другой полезный продукт. Но в целом фрукты – это самый прекрасный продукт. И фрукты, овощи, зелень – это всегда прекрасные варианты для завтрака. Скажите ваш завтрак. На меня не нужно ориентироваться, потому что у меня достаточно большой опыт уже на medical medium, и я хорошо знаю свой организм, у меня достаточно высокий уровень. Я люблю пить соки свежевыжатые, достаточно много, но это не всем подходит, не всем подойдет. Я люблю фрукты в свежем виде, я люблю смузи, то есть из фруктов сугубо, из фруктов и зелени, или по-разному я люблю сочные фрукты. Я могу съесть пол ананаса спокойно большого, я могу съесть, я могу выпить литр апельсинового сока. То есть многих это пугает, но это не значит, что такой завтрак нужен абсолютно всем. Мне нравятся такие завтраки, я хорошо себя чувствую на таких завтраках, и я уже сказала все. Панические атаки. Как помочь medical medium? Проблема может быть в кофейне, может быть. Панические атаки – это всегда тяжелые металлы и вирусный компонент. Это значит слабая нервная система, это значит она уже разрушена, ослаблена, чувствительно. Кофеин ее еще больше разрушает. Если вы уберете кофеин, вам может быть лучше только лишь от этого. У меня есть посты про кофеин. Последний пост в этой серии с рекомендациями, как поддержать себя при отказе от кофеина. Хотя это не так просто может быть, если у вас сильная зависимость. Но опять же, что я могу сказать? На своем курсе практическом я объясняю, как нормально свое питание адаптировать, как ввести в него больше полезных элементов, чтобы вы восстанавливали свое здоровье. Но, естественно, важно работать комплексно, то есть в Медикал Медиум есть эти инструменты. Так, хорошо. Очень интересная информация про аутоиммунные заболевания, что это вирусная нагрузка. У нутрициологов другой подход получается. Да, да, другой подход, другая информация. Разные подходы совершенно. Конечно, в Медикал Медиум уникальная информация. Медикал Медиум, Энтони Уильям, это единственный человек, который раскрывает всю правду о хронических заболеваниях, в том числе аутоиммунных. И это совершенно другая информация. Но зато она работает, она дает не только ответы, почему вы болеете, но дает и работающие инструменты, применяя которые вы восстанавливаете свое здоровье по-настоящему, а не просто замазываете симптомы. То есть вы устраняете первопричину, укрепляете свое здоровье изнутри. Миллионы людей по всему миру пользуются этой информацией и получают результат. Просто зайдите на страницу Медикал Медиум, посмотрите у меня какие-то отзывы, есть в отзывах очень много сообщений и присоединяйтесь. Какое отношение Медикал Медиум по поводу проростков и микрозелени? Так, ребята, я думаю, что мы уже будем заканчивать скоро наш эфир, потому что вопросов очень много. Это полезный продукт, это супер продукт. Какое может быть Медикал Медиум отношение по поводу проростков и микрозелени? В книге «Еда, меняющая жизнь» масса информации о пользе этих продуктов. Что значит лоялен? Эти продукты важно есть и желательно есть на регулярной основе. Какие еще водоросли, кроме ДАЛС и НОРИ, можно употреблять? ДАЛС и КЕЛП считаются самыми полезными в плане содержания йода и также ДАЛС выводит тяжелые металлы из кишечника. А так можно разные употреблять. Главное, чтобы водоросли были атлантические, там больше пользы. По поводу соли, подскажите, пожалуйста, чем чревато употребление якобы полезной для щитовидки йодированной соли? Это миф. Для щитовидки, конечно же, полезен йод, как и для других систем, для иммунной системы. У меня есть пост про йод, вы можете почитать. Но его не нужно принимать в виде соли. Если вам нужен йод, вы можете купить качественную добавку. А про большое количество соли я уже сказала. Соль тянет ваше здоровье вниз. Соль обезвоживает. Соль забирает жидкость из ваших органов и систем. Ваши иммунные клетки теряют жидкость и хуже вас защищают. Все ткани, все органы... Ну, вот представьте, маринад, банку с солеными огурцами. Вся эта соль задерживает... То есть она консервант. Она консервант. И в организме соль действует точно так же. Она работает как консервант токсинов. То есть вместо того, чтобы ваши клетки были напитаны жидкостью и жизнью, они превращаются просто в консервы, грубо говоря, в эти маринады. Органы превращаются в маринады. Поэтому не нужно зацикливаться на этой соли. Соль – это не полезный продукт. Ее лучше снижать. Поэтому про щитовидную железу – это уже все-все намешано, все в кучу. Все. Я не буду больше смотреть вопросы, потому что я планировала сделать часовой эфир, а у меня получилось два. И я буду с вами уже прощаться. Сейчас пролистаю чуть-чуть вниз. Ну, в принципе, я уже почти на все и ответила. Я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что эфир все-таки был полезен, хотя он не только был про нет продукта и проблематичный, но вы, в принципе, поняли, что это все индивидуально, да, и эта информация дана вам просто для размышления, для того, чтобы вы воспользовались ей, когда она вам понадобится. Потому что для разных людей эта информация имеет разное значение, да, разный смысл. Для кого-то это жизненно важная информация, которая поможет просто спасти жизнь, поможет укрепить, восстановить свое здоровье. Это речь о тяжело больных людях. А для кого-то это может быть полезной информацией. Вы можете слегка скорректировать свой рацион уже сейчас, не дожидаясь, пока вы заболеете. Поэтому все зависит от вас, и вы можете пользоваться этой информацией, как хотите. Для того, чтобы пользоваться медикал-медиум информацией, не нужно придерживаться определенных каких-то взглядов, да, не нужно обязательно переходить на растительный рацион или еще на что-то. Вы можете пользоваться этой информацией частично. Если вы уберете яйца, вам хуже не будет. Вы, наоборот, поддержите свой организм и уже определенным образом снизите вирусную нагрузку, к примеру. И точно так же со всеми другими продуктами. То есть, если вы уберете кофеин, вам хуже не будет. Вам будет только лучше, потому что вы уже снизите это токсическое воздействие на ваш организм. И так со всем остальным. То есть, если вы уберете свинину, вы снизите количество жиров. Это разгрузит печень колоссально. Это поможет крови, так скажем, да, быть более жидкой, более текучей. И токсины будут выводиться быстрее и так далее. То есть, нужно просто спокойнее как-то относиться к этой информации, не воспринимать все как сплошь какие-то запреты. Это информация для размышления. Вы можете ей пользоваться, можете не пользоваться. Она есть. Здесь речь не идет о том, что это правда или неправда. Это правда. Если вы в это не верите, неправды, так скажем, оно от этого не станет. Но пользоваться вы можете по-разному. Хорошо. Все. Я со всеми прощаюсь. Если вдруг кто-то еще хочет запрыгнуть в последний вагон и присоединиться к курсу, который я сейчас веду, вы можете это сделать. Я думаю, что сейчас уже очень поздно, и мой администратор не ответит. Но если вы оставите заявку, она вам поможет. Ссылка на курс есть в шапке профиля. Она пока еще у меня там есть. Но завтра я ее уже уберу. Все. Всем пока. И всем хорошего дня, вечера и всего остального. Все. До встречи. Пока.